Добрый день, дорогие телезрители! Говорят, нет пророка в своем Отечестве. Сегодня у нас в гостях человек, к которому можно отнести это изречение. Он не знаком на малой родине у нас в Якутии, но он уже успел получить большие престижные литературные премии. У нас в гостях Анатолий Слепцов. Хотя нет, он известен у нас в Якутии благодаря одному курьезному случаю. Года два назад по WhatsApp распространяли письмо отчаявшегося хирурга. И тут же нашлись люди, которые указали на него. Биография совпадает. Человек всю жизнь проработавший хирургом. Видимо, хотел изменить свою судьбу и уехал учиться на литературные курсы в Москву. Было время, когда Анатолий давал объяснение по этому поводу. В общем, как это было? Сам я отработал хирургом на родине 15 лет и по выслуге лет вышел на пенсию. И в связи с этим как-то почувствовал какое-то освобождение и захотел развиться в литературном плане. И нашел по интернету сайт литературного института, отправил туда свои работы. И тут мне сообщили, что меня приняли на курсы поэзии. На следующий же день написал заявление об увольнении и уехал с Карпо-Стижина, так сказать, в Москву. Это письмо у хирурга было еще написано где-то в начале 2000-х. Было в интернете, там из какой-то центральной России хирург написал его. Оно лежало, и вот кто-то нашел, и вот подписал моим именем, и отправил по WhatsApp, и так и пошло. И говорят, до сих пор гуляет в интернете. У меня появились там даже какие-то фанаты, по-моему. Однажды в Москве уже перед окончанием учебы встретил тоже юриста из Минздрава. И только меня представили, он сразу, а, это вы тот, который написал. Я говорю, нет, я не писал. Уже дело сделано, так сказать. Даже мои оправдания никто вроде бы и не смотрит, а вот это письмо так и гуляет. Но там в основном же было правда. Ну да, действительно, и есть те моменты, с которыми я согласен, но я бы написал, наверное, в другой форме и совсем с другим смыслом, наверное, если бы написал. А что представляет работа хирурга? Если честно, я ощущал себя как цепной пес. Больница, дом, больница, дом. Больше никуда. Куда-то пошел, сообщаешь на скорой, где находишься, и никуда не уехать, не уехать. И даже в отпуске тоже бывает, вызывают. Поэтому, ну, я лично знаю, что мои однокурсники, например, когда уходят в отпуск, уезжают в тайгу, там, идут покорять горы и так далее, лишь бы... Никто не доставал. Да, да. И вот так вот они как бы освобождаются, так сказать, от рутины своей. Выйдя на пенсию, я тоже как-то почувствовал некоторую свободу. И сейчас вот тоже являюсь вольнонаемным хирургом. Езжу по северам, работаю по контракту. Ну, как-то ощущаю себя свободнее, по крайней мере. Вот как это совмещалось? Вы же как бы творческий человек, вы писатель, в душе лирик, значит, и вот эта вот жесткая работа хирурга, рутинная, как вы говорите, кровь и так далее, боль. Приходилось как-то подавлять, наверное. Ну, а то, что я, значит, умею писать, я и сам не знал. Когда вот заканчивала школу, моя учительница по литературе, Дора Федотовна, она сказала моей матери, что мне нужно идти учиться на филолога, что у меня есть задатки писательства. Мать мне передала ее пожелания. Я отмахнулся тогда. Был призван в армию и, как ни странно, попал в учебку санинструкторов. И вот с этого пошла моя медицинская карьера. Дослужился до заведующего отделением. Ну, а как совмещалось? Ну, в то время в Татинском районе, вот когда я приехал обратно на родину работать, было объединение, творческое объединение, Аранасулус, то есть звездная, кладовая, так сказать, в переводе означает, да. Там были учителя, журналисты, объединение таких творческих людей. И вот они в 2003, по-моему, не помню точно, пошли в пеший поход до Верхоянских гор. Из Татинского до Верхоянских гор. Да. По территории Татинского, Понского районов, там 100 километров, 40 километров по реке и 60 пешком по суше, подножие города, в общем, прошли. Это был путь Кулаковского. И меня взяли с собой как медика. 10 здоровых мужиков день кое-как проходили там по 15-20 километров за целый день по болотам от избушки до избушки. И там вот дошли, поставили, значит, свой памятный знак, вернулись. И на обратном пути мне сказали, что по итогам этого похода будут выпускать сборник стихов, рассказов, ну, у кого что есть. И приказали мне, значит, тоже что-нибудь написать. Ну, писали они все на якутском, а я в школе учился в русском классе, поэтому я им говорю, я не умею писать на якутском, и как же мне быть. Они говорят, пиши как можешь, ты с нами был и, в общем, должен что-нибудь написать. Ну, я посидел, подумал и свой школьный багаж, так сказать, поднял. И как в школе писал сочинения, вот тут с таких позиций и написал там свое видение, но написал на якутском. Приходил на работу и отдавал медсестрам почитать, тем, кто учился в якутском классе. Ну, они, значит, ставили свои замечания. Я, если принимал их замечания, исправлял, потом давал другому, кому-нибудь почитать. И опять вот так вот редактировал, и потом отдал, значит, сборник. С этого и начало, в общем, мое писательство. Оказалось, что я что-то могу. В общем, меня похвалили. И вот размахнулся до своих личных сборников, так сказать. Сами с датом выпустил один сборник. И потом его заметили и напечатали в издательстве «Бичик». Потом, значит, после этого захотелось как-то по литературной части развиться. И поэтому поехал учиться в литературный институт. Ну, а призвание все-таки в чем? В медицине или в литературе? Как ты думаешь? Ну, литература не может кормить писателя на сегодняшний день, как я понимаю. И поэтому от хирургии я не отказывался и не отказываюсь. Продолжаю работать. Литература, как бы, это скорее отдушина. Ну, как вот в медицине, например, нас учат близко к себе ничего не воспринимать, потому что тебя может не хватить на следующего больного. Да, если все вкладывать к какого-то больного, то можно быстро сгореть и ничего не останется, так сказать. И поэтому нужна какая-то отдушина все равно. Ну, и я думаю, что мои коллеги это чувствуют. И вот поэтому хирурги – это и охотники, и путешественники, и скалолазы, и так далее. И вот, ну, находит отдушину где-то меду. Ага, ну, вот я знаю это многих хирургов. Черемкин, допустим, Станислав, да? Он, да, он ездит все время. Цепандин в тот раз признавался. И в 2000-х годах я снимала Алквяда Иванова. И он мне выдал такое, что у хирурга должен быть маленький желудок и большой мочевой пузырь. Я хотела услышать что-то такое философское, что-то такое. И он вот так вот выдал. Да, я учился у Аквяда Сидоровича. И слышал его эту сентенцию, так сказать. Ну, вполне согласен с этим. Очень нужно большое терпение в нашей работе. Не только там физическое терпение, но и психологическое. Тоже нужно терпение выдержать. Ну, разные же бывают случаи негатива приходится выслушивать. Ну, мне посчастливилось поработать в советском здравоохранении в качестве фельдшера. Сравнивать советское и российское здравоохранение у меня есть возможности. Не в пользу последнего, я считаю. У тебя есть очень такой пронзительный очерк о том, ты как искал работу, ну, подработку в Москве. Я написал то, что чувствовал, ощущал. И у меня сложилось такое впечатление, что вот живя в отдалении, где вот до царя далеко и так далее, мы как-то еще более-менее сохранили те ценности, которые были у здравоохранения в самом начале. Но и до нас тоже цивилизация доходит сейчас, и скоро мы тоже ощутим те прелести, которые есть в московском здравоохранении, я думаю. Там я вот работу найти не смог по специальности, потому что, в общем, требует владения лапароскопией. А я же деревенский хирург, только руками-ногами могу работать, поэтому... Ногами тоже? Ну да, ногами тоже приходится. И поэтому работу по специальности не нашел, а в частные клиники идти не хотелось по личному убеждению. Поэтому работал грузчиком, сделал свой вклад в серую экономику России. Потом на каникулы приехал тоже, не смог найти работу, работал у себя дома водителем. Чем тоже удивил своих земляков, что вот хирург и работает водителем. Все работы хороши, как говорится, да. После того, как ты уехал в Москву, зарплата увеличилась в разы. Да, и этим не раз меня шпыняла моя жена, что вот в самый такой интересный момент, так сказать, уволился и бросил все. Ну, я лично не жалею. Я считаю, что эти курсы, наверное, продлили мою жизнь, скорее всего. Как-то два года отдохнул от этой мясорубки и как-то освободился от... Ну, как бы человек же, какой специальности работает, он находится в какой-то колее в одной, из которой очень сложно выбрать, некоторые называют зону комфорта, там, то-то-сего. Типа привык к рутине и вот идешь, идешь. И как-то вот вышел из этой зоны комфорта и сейчас вполне себя хорошо чувствую, я думаю. И вот какие это премии? Давайте приоткроем зрителям. За что? За какие рассказы? Международный конкурс имени Максимилиана Волошина был в 17-м году. Там, в Коктебеле он проходил. И, значит, я туда отправил свой рассказ «Честные люди». Ну, это был рассказ из реальной жизни, из жизни моих земляков. Просто я чуть-чуть там тоже художественно обработал. Стал дипломантом, то есть вошел в шорт-лист, так называемый, в короткий список. И, значит, получил диплом этого конкурса. На семинаре у нас наш мастер Михаил Михайлович Попов объявил, что вот наш однокурсник, значит, получил, ну, стал дипломантом этого конкурса. Все начали спрашивать, как ты там умудрился, чего такого написал. Ну, хотят тоже секрет узнать. Там, в основном, у нас однокурсники мои были женского пола, в основном. Я говорю, вам это не грозит, говорю. Потому что вы, когда собираетесь в девичнике, вы о жизни не болтаете. А я вот посидел с друзьями, и вот мне рассказали, что было такое. И я вот написал его, и вот, значит, получил вот премию. Вторая премия была в 18-м году. В честь 60-летия издания, ну, начала издания журнала «Москва». Это один из толстых журналов России, который сейчас существует. Он позиционирует себя как самый консервативный журнал. То есть в редколлегии там сидят священники, писатели старой закалки. И, в общем, оценивают произведения по классическому принципу. Принимало участие 334 писателя, которые писали на русском языке. И я стал победителем. Получается, как бы, я чемпион России 18-го года в классическом коротком рассказе. Курьезным было вручение этой премии. Значит, пригласили нас в Дом журналиста в Москве. Мероприятие было посвящено 80-летию со дня рождения бывшего редактора. Это журнала «Москва», ныне покойного, Леонид Бородин. Он был рецидивистом. В советские времена сидел два раза. Был осужден за национализм и за монархизм. После отсидок своих взялся, видимо, за ум и стал редактором. Ну, и на этом мероприятии, значит, были его сокамерники. Такие деды с окладистой бородой. Делятся воспоминаниями о зоне своей, о тюрьмах и так далее. И говорят, что мы с Бородиным на зоне справляли день рождения Достоевского. И заканчивают речь со своими девизами, что вот за Россию, за монархию, за Россию для русских, то-да-сё. И, значит, следующим этапом, значит, стало награждение. Ну, и вызывают тех, кто занял третье, второе место. И за первое место вызывают меня, фамилия, имя на русском, вроде бы. И выхожу я, значит, и слышу, там, гул по залу прошёл. Премию получил, прихожу, и там муж моей однокурсницы сидел, говорит, я не смеялся так со времён КВН. А что сказали? Ну, то, что вот именно я со своей одиатской внешностью, так сказать, вышел, получил премию на таком мероприятии, как-то вот смешно было. Ты выдвинулся в ряд интересных имён литературы российской. Какой рассказ во второй премии-то в Москве? Рассказ был «Быков мыс». Во время войны работали репрессированные из Прибалтики, из Финляндии переселенцы и, значит, наши чуропчинцы. Про этот мыс мне рассказал мой зять. Страшное место, вот ты идёшь вдоль побережья, там, рядом с морем, да, и смотришь, с обрыва гробы торчат. Вот море вот омывает берега, там обрыв, значит, размывается, и вот кладбище вот это вот уходит в море. До этого ещё была встреча с чехом. Есть обозначение глухоманники чешское, что там, где лисы желают друг другу спокойной ночи, то есть там, где ничего нет, вот они этим обозначают глухомань. И как-то вот мне стало обидно, разве это, нельзя же так вот, ну, Европа, что сказать, да, вот это вот тоже мне запало, и вот захотелось как-то вот это тоже использовать. Вот так вот всё это сошлось, и вот родился этот рассказ. Ну, на идее рассказан о том, что там, где вот люди страдали, там нет пустых мест. Да, это очень пронзительный рассказ. Вот то, что твоя профессия хирурга добавляет какие-то фантазии, какие-то сюжеты в твоих рассказах. У тебя же очень много таких вот вкраплений или даже вообще произведений. Некоторые меня шпыняют, что вот медицинская тема слишком уж у меня там иногда зашкаливает. Но коллега по Творческому союзу, вот Аран Асулус, однажды написал книжку о больнице, о жизни одной палаты, да. И мне там не понравилось, что сюжет в пределах только тех, кто там обитает, там, 4 или 5 человек, которые лежали в палате. По моим ощущениям, вот в палате там, ну, остаются какие-то следы тех, кто лежал до тебя или, ну, чем-то вот эта палата известна и так далее. Та же шестая палата номер 6 Чехова, допустим. Из-за этого вот хотел вначале показать, что тема больницы – это моя тема, типа не тронь, мою. И поэтому вот все, что было в моей практике и так далее, вот по больнице, я вот туда все выложил. И так получилось, что как бы все рассказы были на медицинскую тему. Часть населения воспринимает так, что вот какой-то писатель, если ты жизни не видел, типа. Ну, это, я думаю, не обязательно сидеть в тюрьме и так далее. Есть такие обстоятельства, когда сама наша жизнь, как бы, как тюрьма. Институт этот работает и с выпускниками школ. Они там 5 лет учатся и выходят с такими же дипломами, как и у нас вот после этих двухгодичных курсов, литературной работе. Этот диплом никакой специальности как бы не дает. Ну, им благо вот в последнее время там как бы дают часы педагогики, и поэтому они могут устроиться учителями в школах, да, учителей русского языка и так далее. Но вообще вот я смотрю на них и, не знаю, вот тоже выходят из стиль института, и что их ждет. Это вот с одной стороны и жалко, а с другой стороны и завидно, что вот они-то получили такую базу, такие знания. По моим ощущениям, например, раньше было, что если человек имеет филологическое образование, то и он запросто может стать писателем и так далее. Ну, оказывается, совсем не так. Литература это... Ну, вот я вот закончил, приехал, и земляки мои некоторые до сих пор говорят, что вот, там, стал журналистом, там, или иди работай в редакцию, что ты сидишь, типа, такой... Литература это совсем другая среда, и многие люди этого не понимают. А как ты пишешь-то? Каждый день или как? Каждый день не получается. Я завидую тем, у кого есть такая система. Еще больше завидую тем, у кого писательство это профессии. Но туда нужно прорваться как-то вот тоже. Ну, в Москве у нас была встреча с одним писателем, он рассказывал свой режим дня. Оказывается, он, значит, через дорогу от своего дома снимает однокомнатную квартиру. Встает в 7 утра, попьет там чай или кофе, там, выходит, переходит дорогу, заходит в эту свою квартиру и сидит до 12 или до часу и пишет. Потом, значит, после этого приходит домой, обедает, и потом по паркам, там, на велосипеде, туда-сюда. Вот сижу и думаю, вот это вот жизнь. Но все-то не видно никаких толстых. Раз такое время посещать. Он зашибает деньгу. Тут надо как бы найти, наверное, золотую середину, что-то для денег, что-то для души. Как-то тоже, наверное, он планирует и раскладывает. Но я сам лично пишу по вдохновению, наверное. Я не могу как-то вот тоже сделать свой режим так, что вот сел в 7 утра и до 9 пописал, потом там пошел на работу. Вот у меня это не получается. Но ты в последнее время пишешь короткие рассказы. Кстати, нет. Рассказы у меня все длиннее и длиннее. Раньше вот в Москве я вот как-то себя пытался ограничивать, ну, старался ограничивать, наоборот. Почему-то три листа, четыре для меня было вот все в пределах, чтобы рассказ был больше трех листов. Ну, как-то я не мог преодолеть это вот. Все время сокращал и так далее. А вот на курсах почему-то это прорвало, и теперь у меня как-то этот ограничитель как бы отключился и пишу, сколько влезет, сколько надо. Как мне показалось, что якутский язык для короткого изложения удобен. А на русском все-таки лучше пояснять, как-то вот расширять. Очень интересно. Вот, да. Такое ощущение у меня появилось. Ну, якутский язык очень витиеватый язык. Ну, да, с одной стороны так, но то, что вот именно одним словом можно выразить несколько оттенков, вот это вот ему помогает. Вот, например, на русском я не смог найти, ну, как бы заменяющее слово, ну, якутскому адага, то есть колодка, да, на ногу. Вот на русском вот колодка и колодка, и все. И ничего ты этим не скажешь. А на якутском, ну, то... Да, он как бы лишний человек, лишний род, типа, в семье, да? Так можно тоже использовать. Ну, да, и то, что вот именно, как бы, укорачивает шаг и так далее, вот не дает развиться, вот в таком понимании вот тоже, ну, оттенков много очень. А на русском альтернативе я не смог. И поэтому, например, когда переводил сам себя, вот, там, развернул аж на целый абзац, по-моему, чтобы довести до вот именно логического, так сказать, финала. Ну, хорошо, мы первую часть нашего разговора закончим. Я думаю, что телезрители узнали о таком интересном писателе, о новом имени в российском литературном горизонте. Его, кстати, Россия открыла, а не Якутия. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин